книга открытым оком тема дети лагерь стан том 16 вопрос 3069 вы столько лет ездили в свой лагерь отдыхать а сами дети делали ли когда отчет писали ли о том как они проводили время отвечает игнатий тихонович лапкин всегда прошу детей писать в письмах о том но мало кто пишет но в моем архиве есть и такие письма личный архив игнатия лапкина том 28 страница 115 по 122 к нам приехал дед игнатий и сообщил что мы поедем в потеряевку мы все очень обрадовались и начали скорее готовиться все бегали по комнатам ища свое и даже лёшка захотел с нами потом началась проверка по готовности мы выстроились в ряд и проверяющий проходил и говорил каждому что ему надо добавить а кому и убавить мы долго не могли дождаться утра потом прозвучало подъем и все вскочили и начали одеваться скоро все были готовы и мы помолились перед дорогой и вышли на улицу было холодно и тут же появились комары и стали нас кусать и сразу еще больше вспомнилась потеряевка мы вышли за ворота и пошли на остановку доехали до электрички все смотрели на нас как будто мы неправильно были одеты и обуты не так как все доехали до черепанова слезли и сложили свои рюкзаки в кучу и получилась целая гора потом дед игнатий заметил соловья вернее услышал его и мы все долго искали глазами где же он сидел и так звонко пел вскоре заметили что он сидел в таком укромном месте на ферме электрического высокого напряжения что и не на что и не найти сразу подошла электричка мы сели в вагон и доехали до барнаула когда приехали то я мария и роман остались сторожить вещи одет игнатий все остальные пошли к нему домой но не успели они уйти как видим идут трое с громадными рюкзаками дядя сережа устинов володя долгов и олег матузов они присоединились к нашему полку вещи оставили и пошли с дедом игнатием домой мы втроем остались там среди тысячи бесов но мы творили молитву и слава богу нас никто не тронул потом пришли все наши мы сели в поезд и поехали все легли нас на полке спать вскоре нас разбудили а спать сильно охота было но ничего для того мы поехали чтобы выгнать из нас лень и сон все были готовы и держались за лямки своих рюкзаков потом поезд остановился и мы быстро вылезли так как поезд уже тронулся проводник сорвал стоп кран и все вещи были выброшены на землю мы его поблагодарили поезд снова тронулся мы быстро расхватали вещи и пошли кругом было тихо свежий воздух и было темно мы пошли сделали первый привал отдохнули и пошли дальше сразу стало легче потому что здесь не слышишь скверных слов не видишь что творится в городе мы дошли до кладбища остановились помолились потом пошли дальше скоро начали подходить пастухам все пошли тихо и разговаривали только шепотом пришли и тут уже начало светать на месте где было много дров и печь было все сломано сожжено мы начали восстанавливать что было в копали колья сделали печь стол скамейки потом пошли за дровами в лесок носили по несколько раз оттуда дрова начали огораживать стан в копали колья между ними протянули жерди в два ряда связали проволокой стан все преображался и делался лучше и лучше поставили три палатки под них нас тлали соломы вскоре задымилась печь и печь на кухне и начали готовить обед нас заметили пастухи пришли попроведывать и с этого дня у нас с ними были встречи каждый день потом мы пошли за водой к колодчику всюду было много комаров да очень больших и желтых когда мы ходили за водой то надевали на комарники а иначе невозможно в двух руках ведра а комары облепят тебе пальцы лицо шею и кусают остановишься сгонишь всех и опять идешь а как придешь стан так скорее в дым становишься первый день мы заготовили дрова для печки сходили за спрятанным еще раньше пенопластом для плота вечером начали готовить постели в одной палатке спали дед Игнатий Рома я и Кирилл во второй тетя Надя Олег Мария и тетя Тамара а в третий дядя Володя и дядя Сережа вечером читали молитвы и в палатках молились и ложились спать в палатку залезло много комаров и потом они кусались утром мы вставали молились и скорее начинали работать а кто не работал тот и не ел потом сделали себе удочки и пошли рыбачить наловили на уху поставили мордушки рыбу в стане чистили а иногда и на озере и варили уху а некоторые рыбешку жарили в первый день так много сделали дел что казалось что живем уже неделю а когда вспомнишь что мы еще и не ночевали ни одной ночи тут и не верится что мы всего один день здесь были остальное и не помню что в какой день происходило хоть и ходили в лес за пучками а там комаров тучи да как залезут на комарник и давай кусать а если скинешь его чтобы выгнать так на тебя налетят стаи и кусают останавливались и молились около тех мест где дед Игнатий все время молился когда приезжал у березки медоновской чуть ли не каждый день купались на озере и при том сколько хочешь иногда рано утром вставали я слушал пение птиц которые встречали восход солнца рано утром ходили за мордушками и заходили в брод сетью утром было прохладно спать хочется идти не охота ходили за солодкой колодцу и она была у нас вместо сахара мы варили кисель и добавляли для сладости солодку кисель же у нас состоял из воды колодезной листа смородины солодки богородской травки душнички и еще на много различных трав лечебных однажды мы пошли в березовую рощу и сделали две качели у нас в стане был погреб где картошка хранилась через несколько дней после приезда мы ходили на разъезд за молоком в день по двенадцать литров брали за хлебом и солью ходили везде босиком а иногда и по вспаханному полю дед игнать и показывал нам где был их дом где он учил свою собаку барьер брать где была их школа и показал нам здание которое все еще стоит не разрушенная до конца где было множество бесов и сейчас там они мы крестились когда проходили мимо этого места бывшего клубом раньше ходили за дровами в лес и приносили много дров потом сделали сперва две лавочки затем еще одну за столиком наблюдали в бинокль закат солнца облак облака один раз мы пошли за соломой далеко от стана всю дорогу беседовали о боге задавали вопросы на божественные темы палатках нам стало душно спать и мы решили сделать шалаш натаскали жерде и сделали каркас потом несколько дней рвали траву и делали крышу шалаша дверца была тоже из травы и жердочек прутиков первую ночь мы ночевали все вместе в шалаше а палатки были пустые через несколько ночей тетя надя и тетя тамара и еще некоторые стали спать в палатке несколько раз мы ели в шалаше при свечах а в шалаше был запах богородской травки как-то раз мы пошли на пруд и там наловили всяких бука рашек жучков плавунцов лягушек змей горынычей я взял кастрюльку зашел на глубину набрать чистой воды для аквариума когда я шел то ноги проваливались в тине ноги опутывали травы я набрал воды и скорее назад на этом пруду мы видели андатру она плыла быстро стане посредине стоял у нас аквариум железный врытый в землю бачок там было множество всяких букашек жучков улиток лягушек мы обнаружили что возле лошадей в кустах было гнездо птички и там было шесть яичек железном корпусе от электроподстанции нашли гнездо ласточки а в столбе в перекладине жил скворец к нашему стану подходил крот об этом мы узнавали по кучам нарытым им он подходил все ближе к стану и наконец нарыл большую кучу посреди стана когда мы шли за молоком на разъезд то нашли грачонка мы их каждый день видели когда ходили в лес то брали грачат и штук по пять насадим себе на плечи и на голову как-то раз мы все кроме женщин пошли рыбачить дядя серёжа и дядя игнать изобрели с бреднем первый раз в том заливе а мы ходили на берегу и ждали улов за первый раз они кое-как вытащили полный бредень тины забрели во второй раз и дядя серёжа почувствовал что кто-то тянет за бредень потом дед игнатий тоже почувствовал это и очень сильно потянуло назад тогда мы скорее дали с берега палку деду игнатию и начали тянуть их вышли на берег и долго думали что же это могло быть кто же это мог быть по пути мы увидели большого тарантула когда мы проходили по первому мостику то каждый раз бросали камешки плитки ели блины когда брошенная скользь плитка отрываясь от от воды ударялась об воду не менее трёх раз оладьи когда менее трёх раз подскакивала плиточка засохшей земли лягушек один раз плёхнувшись затонула последний день когда олег уезжал мы по его желанию пошли на вышку геодези геодезическую на пути на урывку когда мы шли то дорогой задавали вопросы друг другу священного писания уже пред самой вышкой мы заметили волка он остановился посмотреть нашу сторону и побежал от нас мы подошли к вышке начали сбираться наверх когда все залезли то стали смотреть в бинокль из этой вышки мы увидели еще несколько вышек в лесу нарвали паучик и дорога ели их и бросали с них шкурки так что после нас так оставалась зеленая дорожка из них когда олег уехал мы пошли еще на одну вышку но уже с другой стороны к селу кадникова которую увидели с той вышки мы шли очень долго босиком по пашне потом решили залезть на дерево и посмотреть вокруг дядя серёжа залез на дерево и вдруг дед игнатий заметил вышку мы все по пошли к ней и осторожно залезли на нее она была чуть больше первой до чего же было красиво вокруг лагерь в лагерь пришли и в эту ночь нам очень хорошо спалось в одну ночь когда мы все спали в шалаше роману захотелось на двор дед игнатий услышал шорох и спросил романа ты что открыть не можешь роман сказал я все могу и романа в шалаше не стало дед игнатий стал выходить на улицу но дверь изнутри оказалась закрытая он сперва и не понял в чем же дело если роман отпер ее и вышел на улицу то как же он вышел когда развязал дверь и вылез наружу то увидел там романа тут страх объял неужели роман уже умеет через стену проходить но потом заметили дыру рядом с дверью утром про это нам дед игнатий рассказал и мы долго смеялись шалаш то травяной и каркас решетчатый жердочек но ячейка достаточно достаточно для того чтобы роман пролез раздвинув многослойную траву когда был дождь то все залазили в шалаш и сидели там и шалаш не промокал после дождя выйдешь наружу а там так хорошо свежий воздух кругом далеко далеко видно даже элеватор за двадцать километров утром кто первый встанет тот первый и ест блины но дед игнатий всегда был первый а брат мой киря был всегда последний потом к нам в гости приехали отец владимир цветков из фрунзе и дядя володя пенкин из барнаула они у нас гостили один день мы с ними ходили ловить рыбу и в лес сперва всем хотелось очень рыбачить а потом рыба уже надоела приелась за столом у нас было очень удобно все кости кожурки кидали под ноги и до того накидали что пришлось стол поднять немного выше вскоре нам понадобились соль масло и еще некоторые продукты и мы договорились с пастухами чтобы они по пути нас довезли до корчено я и тетя надя сели в телегу и пастух повез нас двенадцать километров мы ехали рядом с лесом иногда даже ветки задевали нас мы сидели на сене когда приехали то пастух остановился прямо у ворот сисковых мы слезли и пошли к воротам нас увидел дядя семен завел в дом вышла тетя аганя двоюродная сестра деда игнатия и они нас покормили мы пошли в магазин купили соли масло растительного хлеба обратно нас повез сын семена сергей на мотоцикле когда приехали в лагерь то там была только тетя тамара из одессы остальные ушли за солодкой сергей поехал к ним и привез оттуда ребятишек ходили мы и туда где жил раньше дед игнатий там только один железный кол торчал основание барьера для собак мы прослышали что будет мороз ночью 7 июня мы стали решать как нам быть где ночевать пастухи пригласили нас к себе в избушку и мы с вечера настелили пенопласт у них на пол и одеяло сверху поздно вечером помолились в лагере и пошли в избушку легли и дед игнатий сказал что завтра можно хоть хоть сколько спать в избушке воздух был прокуренный спать было тяжело но ночью кире еще хлещий воздух прокурил утром тетя надя жаловалась что было душно и она ушла в палатку спать рано утром когда еще все спали дед игнатий зашел в избушку и показал нам кружку с чаем и листья которые застыли от мороза и в руке держал пучок травы листья ломались от прикосновения он вывел нас на улицу и сказал чтобы мы потрогали траву трава ломалась после того как вышли на улицу больше не хотелось спать мы стаскали постели в палатке над озером поднимался пар и растекался над всей долиной и по логу весь день было холодно следующие дни пошли теплее как-то раз мы ходили на пруд купаться возле пасеки бабиной там она работала раньше каждый день ходили в лес и проходили столько что вечером ходить уже не можешь с ног валишься падаешь наблюдали как стрепет может держаться в небе на одном месте около минуты а потом камни бросаются вниз завидев добычу наблюдал стоя возле шалаша за маленьким зверьком вроде мышки ласка только у него шейка длинная и белая а сам тоньше чем мышка как он нырнет норку и в другом месте вынырнет посмотрит на меня и опять нырнет под листьями пробежит и опять норку около пяти минут играл так со мной потом я решил подойти поближе к нему но он спрятался и больше я его не видел и крота полностью видел с расстояния полметра как он начал землю выгребать из норы мордочкой а я с обратной стороны стоял и смотрел на него пока он меня не заметил вскоре мы начали готовиться к отъезду удилище смотали веревками и отнесли в крапиву возле леса плод разобрали жерди связали отнесли туда и отнесли туда же все это мы относили рано утром по темноте пенопласт отнесли в яму где он лежал все время до нашего приезда как только пенопласт закопали вылезли из ямы как вдруг рядом метрах тридцати стоял лось я первый раз в жизни увидел лося на свободе так близко мы стояли смотрели на него но вот он медленно пошел от нас и скрылся в лесу мы возвратились в стан и пошли с бред ним и ведрами на озеро было очень холодно и воду не хотелось лезть но дед игнатий нас все-таки загнал в воду над водой поднимался пар если отойти подальше друг от друга то не было видно нас когда мы вылезли из воды так то обтерлись полотенцами и пошли назад улов был неудачным самый большой улов был один раз когда мы сразу бред ним поймали полторы полтора ведра карасей от 6 сантиметров до 18 последний день мы свернули палатки одеяло отнесли в тайник кастрюли сковородки и все хорошо спрятали ограду еще на раз обвязали проволокой ворота заделали и те и другие проволокой крест отнесли в лесочек и привязали крепко к дереву каждый собирал свой свои рюкзаки набивал их богородской травкой душицы солодкой вещевые мешки были готовы палатки свернули последний раз мы поели уже на земле потому что столы разобрали и спрятали шалаш мы поручили мальчишкам которые жили с пастухами чтобы за ним ухаживали мы последний раз помолились стане в котором прожили две недели и три дня подъехали на лошади и мы стали грузить вещи в телегу меня кирилла романа и марию посадили в телегу а остальные пошли пешком я в последний раз посмотрел на лагерь в котором мы ни минуты не сидели без дела и который мы во все время пребывания там все время подновляли приехали на станцию начали разгружать по пути ведро пастушьи прихватили но пастух на начал его искать она среди наших вещей оказалось мы его ему тут же вернули и поблагодарили за все купили билеты доехали до барнаула а потом и до дома в новосибирске дома нас встретила мама все заметили как мы сильно загорели и были покрыты чешуей как караси после этой поездки мы долго рассказывали обо всем что делали куда ходили где были мне очень понравилась эта поездка всего было вдоволь много нового узнали в беседах о боге а самое главное мы все были в любви за время пребывания в стане мне не было замечаний начал писать 11 октября окончил 5 ноября 1987 года устинов андрюша родился 1973 году но не проживает потеряевки и вот трое детей были летом 2005 году в том же лагере стане псалом 77 6 по 8 стих чтобы знал грядущий род дети которые родятся и чтобы они в свое время возвещали своим детям возлагать надежду свою на бога и не забывать дел божиих и хранить заповеди его и не быть подобными отцам их роду упорному и мятежному не устроенному сердцем и неверному богу духом своим люди говорят что бога нет люди убеждают не молиться отречение предлагают мне в мир уйти и плоти поклониться люди понуждают спешно брать нищенские мира подаяния им в плену неверия не понять жизненного смысла упования люди предлагают суету похоти тщеславия беспечность не хотят приблизиться к христу чтобы путь увидеть днем и вечность люди заблудились без христа и других блуждания им от рада им одеждой стала темнота и похоже что они ей рады люди отвергают здравый смысл не желая о спасении слушать и противясь истине всю жизнь миру сатане и чреву служат людям одного не достает сердцем испытать любовь христову и достойный покаяния плод совершить исполнив божье слово оттого и тьмой считают свет и безчесть иисуса имя люди говорят что бога нет потому что он не найден ими